Жидкие кристаллы Не знаю Твердые кристаллы, это понятно Но жидкие В этих кристаллах причудливы краски и тень Колыханье с плетей каких-то оживших растений Разноцветные сети, игра вездесущего света От ночной темноты до нежнейших оттенков рассвета Может, это планета? А может, созвездие? Не так ли? Целый мир заключен в неприметной таинственной капле Но чем все-таки интересны жидкие кристаллы Кроме фантастического зрелища, которое они являют под микроскопом? Они были открыты сто лет назад И забыты Научно-техническая революция Извлекла их из небытия И в сотнях лабораторий мира Наблюдают, изучают и удивляются их свойствам Малейшее прикосновение Сдвиг И мгновенно изменяется окраска Жидкие кристаллы способны долго хранить информацию Не только секунды, как сейчас Но и часы Даже сутки Этого более чем достаточно для вычислительных машин И мало ли для чего еще Реакция на химические соединения неудивительна Но жидкие кристаллы реагируют на самые слабые концентрации раствора Они чувствуют даже запах Уникальные и универсальные индикаторы Которые могут применяться везде От космонавтики до криминалистики Они могут видеть невидимое Это удивительное свойство Позволяет определить наиболее уязвимые места в радиоаппаратуре Например, в этом сопротивлении Или даже в печатной схеме Стекло со слоем жидкого кристалла прозрачно Но достаточно подвести ничтожно малый ток Чтобы стекло стало матовым А в принципе, оно может стать голубым, оранжевым Любым Жидкие кристаллы не только удешевят дорогостоящую рекламу Они позволят, как утверждают ученые Сделать часы без стрелок А телевизоры плоскими, как картинки Жидкие кристаллы реагируют даже на свет Этот фиолетовый круг — след луча Прикосновение Запах Электрический ток Свет К чему еще чувствительны жидкие кристаллы? К температуре Цветовая карта от кусочка льда Тепло ладони Цветотепловой локатор Говорит профессор Герусов Особенность жидких кристаллов заключается в том Что они способны реагировать на милейшие изменения температур То есть можно отличить здоровый и больной участок кожи Где располагается болезненный очаг Точно определить границы очага болезни Что трудно даже для самого опытного диагноста Стало так легко с новой методикой Больная почка Сосудистые заболевания Радикулит Фиолетовое пятно — очаг поражения Жидкие кристаллы — особое состояние вещества Переходное между твердым и жидким Их открыто уже более трех тысяч И каждый отличается от другого по свойствам Сейчас они в руках у физиков и инженеров Но у них органическое, живое происхождение Недавно выяснилось Наши нервы окружены тонким слоем жидких кристаллов Не этим ли объясняются удивительные свойства И необыкновенная чувствительность этих веществ А может быть наоборот Жидкие кристаллы определяют чувствительность наших нервов Есть предположение, что именно они Жидкие кристаллы Лежат у основ зарождения жизни на нашей планете Сколько загадок И сколько фантастических открытий Таится в этой капле Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok